Мы всем пришли, мне тоже пришла поездка. Вы пойдете? Конечно, я сейчас в военкомат поеду. Единственное, что мои коллеги молодцы, они это сделали. Они на воинский учет, кто встал в Государственной Думе, они получили повестку здесь, а мне надо ехать домой. А я пока, ну вот, считайте, мы ездили, у нас очень много выездных заседаний было. Повестка пришла прямо перед поездкой в Донбасс, и меня дома не было. На следующей неделе я поеду, обязательно явлюсь в военкомат. А еще мне, кстати, эта же ведущая сказала, что она видела вас в караоке, поющего песню Цоя. А что ж нет, у нас вообще Цоя вся семья любит. Так. Ну, как Ира, не знаю, она очень маленькая. Какую песню Цоя вы именно пели, вы не помните? И, по-моему, группа крови, может быть, или, там, если есть в кармане пачка, там, сигареты, вот это. А как вы относитесь к тому, что ваш коллега, известный тоже депутат, как-то выступал с заявлением, что музыку Цоя... Кукушка еще, я очень люблю. Кукушка замечательная, да, и столько и столько есть перепевок, что песни Цоя придумали в ЦРУ. И это было, ну, я могу вам даже назвать фамилию. Да, 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 я слышал подобные вещи. Ну, вот как вы, вы считаете, что такого рода ваши коллеги, они то, что называют словом, пиарятся? Конферологические истории страшные, которые иногда некоторые мои коллеги воспринимают как возможность вытащить на свет для того, чтобы о них вспомнили и поговорили некоторое время. Ну, это политика, это, помните, мы уже сошлись на том, что это немножко похоже на шоу. Да в том, где и дело, что... Некоторые используют этот прием, политики, да, они используют. А у вас есть какая-то, вот в Думе какая-то негласная табель, вот, что, кому можно, а что, что нельзя. Вот меня, допустим, беседовал с Жириновским в прямом эфире, он мне говорит, надо Чубайса прямо в его кабинете арестовать. Я так думаю, вот Жириновский такое может заявить, а Валой вряд ли так скажет, или кто-нибудь еще. А нет ли такого, что вот этому можно, вот это, этому можно то, нет у вас таких договоренностей каких-то? Нет, договорю... Может быть, они есть в каких-то более высоких кабинетах, Но мне, мне видится, что это тоже элемент такого эскопады политической. Ведь Владимир Вольфович очень часто это использует в своей риторике. И правда, дело в том, что некоторые заявления политиков, в принципе, я сейчас даже не о нем, зачастую попахивают таким серьезным политическим популизмом. Но зато они так хорошо воспринимаются на рейтинг, дают рейтинг, голоса. Просто это их личное желание и понимание того, что они готовы на это пойти. У нас, видите как, во дворе, в котором я вырос, потом, в той среде, которую я воспитывался, спортивной, всегда надо было за слова отвечать. И, например, я думаю о том, что придется держать ответ. И дело ведь не в Чубайсе. Дай бог, если окажется, наконец-то, что и на него будет управа, то найдутся веские доказательства к тому, чтобы притворить в жизнь сказанное Владимиром Вольфовичем. Я думаю, что вот вам просто рейтинг от природы, да, вот эти, 213 сантиметров, это уже вот... Это моя харизма, да, харизма, харизма. Это багаж. И так здорово, что вы вот не остановились сперва на баскетболе, пошли в бокс, потом не остановились на боксе. И здорово, что вы не останавливаетесь, что вы делаете болезнь. Спасибо. Спасибо. Это та беседа, когда мне не хотелось прерывать разговор. То есть я не посмотрел на часы, я был готов продолжать еще столько же. И это ценно. Это были новые вопросы, которые мне не задавали. И мне поэтому было на них интересно обещать.